Салют, друзья! На связи команда Викрипто! И сегодня мы затронем, наверное, одну из самых важных тем при работе с криптовалютой, которая будет полезна как и для новичков, так и для тех, кто давно находится в этой сфере. Как вы уже догадались, речь пойдёт о безопасности. Безусловно, зарабатывать это очень приятно. Но согласитесь, важно же ещё сохранить эти деньги, не попавшись в руки злоумышленникам. Мы расскажем о пяти самых популярных, где-то необычных, а иногда даже забавных методов скама, часть которых, кстати, мы узнали от подписчиков нашего телеграм-канала, за что им огромное спасибо. Не будем затягивать, присаживайтесь поудобнее и погнали! Покупка скамовых монет, NFT и подключение к сайтам. Сначала разберём один из наиболее популярных способов обмана. Наверняка вы слышали историю людей, что каким-то образом пропадает вся крипта с кошелька. Причём они утверждают, что вроде бы ничего такого не делали. Тогда в чём же проблема? Всё кроется в смарт-контракте монеты или NFT, либо же в сайте, к которому вы когда-то подключались. Взаимодействуя с ними, доступ вашего кошелька автоматически передаётся мошенникам. Давайте разберём, как это работает. Создатель изначально прописывает функцию, способную украсть криптовалюту. И когда вы всё подтвердите, считайте, что вы подарили свой кошелёк другому человеку. А ему только и остаётся, что перевести все ваши средства себе и использовать по своему усмотрению. Обязательно проверяйте то, что покупаете, и не введитесь на все слова людей, приглашающих в какой-либо проект. Передача сид-фразы Перейдём к следующему распространённому способу потери средств. А именно, передача сид-фразы третьему лицу. Вкратце, сид-фразы – это набор из 12 или более слов, которые используются для восстановления доступа к кошельку. И если у кого-то будет к ней доступ, то средствами сможет распоряжаться другой человек, и совсем не в вашу пользу. Многие советуют записать фразу на бумажный листочек, ведь так никто не сможет заполучить её, взломав, например, ваш компьютер или телефон. Но даже это в редких случаях бывает небезопасным. Недавно двое полицейских из Невады при обыске машины нашли бумагу со странным набором слов. Нательная камера около минуты снимала сид-фразу, которая впоследствии стала достоянием общественности. На самом деле, этот случай заставляет задуматься. Как тогда скрыть секретную информацию, если даже при таком надёжном хранении она была раскрыта? Одним из решений будет банально поменять слова местами, либо на крайний случай держать их в голове. Во втором случае, средства уже точно будут в сохранности. А также никогда не верьте людям, которые просят назвать им сид-фразу, представляясь с кем-либо или предлагая вам стопроцентную схему заработка. Это мошенники, и их целью является только украсть ваши деньги. Телеграм-каналы Методов скама становится с каждым годом всё больше, и то, что мы рассказали ранее, уже было очень давно. Соответственно, большая часть криптокомьюнити знает, как поступать в данных ситуациях. Поэтому мошенникам приходится искать что-то новое. Не так давно началась эпоха зазывания людей в телеграм-каналы. Целью является достичь определённого числа подписчиков за счёт полезного контента, а после выкатить некую монетку, которая точно стрельнет и даст нереальные иксы. Думаем, суть вы уловили. Монетки эти продать не получится никому, кроме создателей, конечно. Наверное, из самых громких примеров можно назвать трейдера Иссу. Блогер анализировал крипторынок, давал прогнозы по основным валютам и токенам, настойчиво подчёркивая, что не призывает никого совершать конкретные сделки, которые могут оказаться рискованными. За это его и полюбили. Аудитория начала слепо верить всему им сказанному, чем он и решил воспользоваться. В один момент, на свои 57 тысяч подписчиков, он стал активно шилить монетку Тэч. Люди побежали скупать монету, ведь, как принято у общества, их любимый блогер точно не обманет. Спойлер! Обманул! Тэч нельзя было продать, а общий ущерб составил больше миллиона долларов. Но на этом наш антигерой не остановился, и следом выпустил другую монету с недвусмысленным названием X100. Как он заявил, это для тех, кто не успел на волну хайпа прошлого проекта. И да, вы всё правильно поняли, её ждала та же участь, что и знакомого нам Тэч. В большинстве случаев такие каналы изначально создаются, чтобы собрать аудиторию и потом кинуть её. Но бывает, что и блогеры, ранее выпускавшие честный контент, за хорошую сумму продают свои телеграм-каналы и оставляют своих подписчиков на растерзание злоумышленникам. Совет. Если видите, что какой-то человек начинает сильно рекламировать неизвестный проект, сначала проверьте его прежде, чем бежать покупать. Благо, сейчас в интернете таких сервисов полно. Можно выделить несколько из них. Например, BS Check, Token Sniffer или Honeypot. С помощью них вы сможете узнать почти всю информацию о токене, которая поможет вам принять решение о приобретении того или иного актива. Ссылки на эти сервисы, конечно же, будут в описании. Дипфейки знаменитостей и фейкстримы. За четвёртый метод развода мы взяли довольно необычный пример, на который может повестись абсолютно каждый. Вот вам вопрос. Вы бы поверили Илону Маску, если бы он вам предложил заработать лёгким путём? Наверное, да. Ведь он имеет мировую популярность, ему совсем невыгодно обманывать. А что если это не всем нам известный создатель Теслы, а человек, никак не связанный с ним? И нет, тут дело даже не в двойнике. Всё это делается с помощью дипфейка. Отдельное лицо, либо группа людей запускает стрим или выкладывает готовое видео, в котором популярная личность говорит о какой-то схеме, способной увеличить ваш капитал. Вы переводите деньги и, как итог, ничего не получаете. Однако использовать дипфейк, чтобы наживиться на людях, не всегда обязательно. Можно не заморачиваясь запустить прямой эфир, где тот же Илон Маск будет сидеть на интервью и рассказывать о предстоящем запуске ракеты, а снизу вставить адрес кошелька и написать «Отправьте один биткоин и взамен получите вдвое больше». И такое реально произошло. Люди в виде быстрый заработок начали посылать свои биткоины в надежде удвоить депозит. Но, как говорится, бесплатный сыр только в мышеловке. В общем, за несколько дней на кошелёк злоумышленников поступило около 150 тысяч долларов. И как только об этом узнала администрация Ютуба, канал был удалён. Скам-обменники. И последнее, что мы сегодня хотели бы рассказать, это скам на неизвестных обменниках. Вам писали когда-нибудь люди, предлагавшие заработать на арбитраже? Если да, то надеемся, что вы не повелись и просто заблокировали этот аккаунт. В 99% случаев они оказываются мошенниками. Это звучит даже странно. Зачем давать какому-то человеку рабочую схему? Сиди до работы, если это так прибыльно. А в чём тогда заключается развод? Эти люди создают собственные обменники с приятными ценами на различные активы, тем самым заманивая людей купить у них, а потом продать там, где подороже. А после перевода крипты на их площадку вам банально не дают её вывести. Тут может быть два варианта развития событий. Либо сначала они будут предлагать вам хорошие связки, которые принесут вам прибыль, а потом, как получат доверие, скажут, что нужны суммы покрупнее и отправят вас на свой обменник. Либо сразу же после депозита заберут всё себе. Что самое интересное, вы сможете даже обратиться в службу поддержки, которая вам ответит и постарается помочь. Но помощь будет заключаться в том, чтобы вы перевели ещё такую же сумму или даже покрупнее для проверки того, что вы не являетесь мошенником. Тут уже всё понятно. Ни в коем случае, если вы оказались в такой ситуации, не отправляйте деньги повторно. Так будет продолжаться бесконечно, каждый раз якобы техподдержка будет придумывать новые причины невозможности вывода до момента, пока у вас ничего не останется. Огромное спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите в комментариях ваши случаи, когда вам приходилось сталкиваться с обманом в крипте. А мы всё обязательно прочитаем. Также настоятельно рекомендуем подписаться на наш телеграм-канал, ссылка на который будет в описании, где точно не появится пост о покупке какой-то скам монеты. И главное помните, за ваши деньги отвечаете только вы, поэтому соблюдайте все правила безопасности, а также никогда не ведитесь на мошенников. До скорых встреч и удачи в нашем общем деле!